Работа в целом устраивает, но чувствуется негатив со стороны иностранных коллег. То есть вопрос, как не обращать внимания на злость и зависть коллег. Девушки, я думаю, что это совершенно не обязательно. Иностранных коллег, отечественных коллег. Это просто про злость и зависть в коллективе. То есть когда, если вы работаете в женском коллективе, в смешанном коллективе, в любом коллективе, и вы ощущаете, что к вам как-то так не очень позитивно относятся, то вопрос, как, собственно говоря, как не обращать внимания. Девушки, первое, что здесь нужно понимать. Вы не можете влиять на их реакцию. То есть есть люди завистливые, есть люди злобные, есть люди разные. И вы не отвечаете, не можете влиять на то, что они вас должны полюбить. Просто если у вас, смотрите, есть ожидание, что к вам все должны быть расположены, что вас должны все любить, все принимать, и вам должно быть очень комфортно, вот это тогда проблема у вас, потому что люди разные бывают. И вам тогда нужно забрать ожидания из коллег, просто поработайте с собой, подумайте, почему я ожидаю, что они вот такие прям быть должны. Но мало ли у них там свои проблемы, свои травмы, свои какие-то истории, почему они вот такие. Они имеют право вот такими быть. Поэтому нужно забрать свои ожидания, что они будут другими. Это первая часть. И позволить им, собственно говоря, быть такими, какие они есть, понимаете. Второе. Нужно понять, что это не имеет отношения к вам. Они продуцируют на вас свои какие-то переживания, понимаете. То есть люди, почему у них бывает зависит на самом деле. Потому что они думают, что они не очень способны, не очень талантливы, что у них хуже получится. Они мало верят в потенциал свой, и поэтому им кажется, что вот у нее лучше. Вот она вот у нее лучше. А я-то кто? Я-то... В общем, и перечеркивать, да, там крестик такой ставят. Поэтому если вы понимаете природу этого, да, если вы можете быть выше этого, девушки, тогда вы можете даже им сделать комплимент какой-то, да. Сделать им что-то позитивное, но вот от души, если вы видите в чем-то, ну вот, коллега сильный, он вот интересный. Вы можете его подкреплять этим, понимаете. Потому что он на самом деле плохо верит в себя. И тогда вы можете, ну, говорить что-то приятное ему. На самом деле то, что вы видите в нем, то, что вас отзывается. Если же это прям совершенно сволочь какая-нибудь, да, просто представляете, что вы в домике, и просто это не имеет к вам отношения. Просто живите свою жизнь и пытайтесь меньше в их сторону продуцировать что-либо. Понимаете, просто, ну, вот знаете, как вы вот идете, вы под дорожки, например, да, и к вам какие-то люди идут, вы же не общаетесь с ними, вы идете, у вас собственный путь, да. Пытайтесь просто меньше говорить о себе, да, там, может быть, про вот успехи какие-то свои, да. Будьте так более сдержанными и отстраненными. Вот, в общем, вам три варианта на выбор. Пользуйтесь. Прямо сейчас, под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная, книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно. Вот, 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 вот.